Всем привет, друзья! Итак, у меня в руках уже знакомая вам статуэтка, но с цифрой 2. А это значит, что пришло время наконец-то определить лучшего продавана второго сезона, что почем. Напомню, что в прошлый раз голосование было настолько горячим, что нам даже пришлось отметить сразу трех менеджеров, которые существенно оторвались от всех остальных, но с минимальным разрывом между собой. Клиенты брендов голосовали семьями, а корпорации целыми офисами. Некоторые даже регистрировали по несколько Gmail аккаунтов. Но ничто не помешало нам тогда определить по-настоящему лучших продавцов. И в то же время, как мы и обещали, не забыли отметить и худших. Я хочу видеть менеджера. Хотите видеть менеджера? Глядите. На, вот он менеджер. Итак, полгода назад, как вы помните, мы запустили на самом популярном украинском автомобильном YouTube-канале самое востребованное в стране автомобильное шоу. И впервые дали возможность представителям бренда высказаться по полной и впарить их бренды и их модели. Кто из них был самым убедительным, самым честным и самым подкованным с технической точки зрения? Определять только вам. Сейчас мы подводим итоги второго сезона «Что почем?», в котором, как помните, было 10 серий. Но в списке претендентов вы увидите всего 8 имен. Почему? Все просто. Дело в том, что один менеджер в этом сезоне рассказывал сразу о двух моделях в двух разных выпусках. И в то же время представители Audi, чтобы, наверное, исправиться после первого обзора Audi A3, решили в этом сезоне выставить своего тяжеловеса, тренера Александра Антонова, который был действительно непревзойденным, но все-таки мы посоветовались и решили не включать его в общий рейтинг, чтобы было по-честному, потому что по правилам в нем участвуют только непосредственно продавцы. Ну а теперь давайте вспомним их лица. А ссылки на каждый видеоролик по отдельности находятся в описании к этому видео. Итак, открыл второй сезон «Что почем?» менеджер Сергей по прозвищу Мистер Совершенно Верно. Его мы допрашивали о Мазрате Леванте. В списке голосования Сергей идет под номером один. Под вторым номером выступает менеджер Олег, рассказавший нам о Сиат Арона в день ее официальной презентации в Харькове. Третий номер у Дмитрия, который в этом сезоне дважды рассказывал нам о Маздах. Сперва о ЦХ5, а затем о шестерке. Четвертым в списке стоит Игорь, с которым мы детально сравнивали акционные комплектации Пассатов. Пятым выступает Юрий из Шкоды, с которым нам удалось пообщаться в украинских реалиях нового кроссовера Шкода Корок. Под номером 6 расположился Виктор, рассказавший нам все, что нужно об уходящем поколении Mercedes-Benz GLE. Счастливая цифра 7 упала из автосалона Jeep, с которым мы говорили о Grand Cherokee и о его спецверсии SRT. Ну и закрывает список претендентов Денис, продающий автомобили Suzuki. В частности, речь шла о бестселлере Vitara. Я очень надеюсь, что перед голосованием вы посмотрели абсолютно все ролики, чтобы быть максимально объективными. Ссылки на них, повторюсь, опять же в описании к этому видео. И напоминаю, что мы голосуем не за марки, не за бренды, не за автосалоны и даже не за модели автомобилей, а за менеджеров и за их профессиональные качества. Итак, ссылка на форму, в которой вы сможете проголосовать, находится в описании и может быть появится прямо здесь, в плеере. Для того, чтобы принять участие, вам по-прежнему понадобится аккаунт в Гугле или почта на Gmail. Сегодня среда и ровно через два дня в 12 часов в пятницу мы остановим голосование, сделаем скриншот и определим победителя. Но прежде чем попрощаться, я хочу попросить вас включить уведомления о выходе новых видео на нашем канале. Под этим роликом, около ссылки подписаться, есть колокольчик. Нажмите на него и YouTube не даст вам пропустить наши новые обзоры. До встречи!